Приветствую вас на канале Роткайт! Сегодня я поиграю в битву между башнями. Вот такой вот интересный плейс, я никогда в него не играл и надеюсь, что он, как и мне, вам понравится, потому что игра действительно казалась прикольной. Есть четыре башни, к сожалению, мы не в красной башне, которые нужно уничтожить. Игроков бесполезно уничтожать, потому что они заново появляются, но все равно, чтобы не мешать, лучше их с базуки все-таки пульнуть в них. Итак, давайте я бегу на их базу, у меня есть большая бомба, я понял, что бомба это просто супер штука, которая тут все может разрушить очень быстро, и очень главное, быстро нужно куда-то добежать, спрятаться, ну и пока вы бежите, можете тоже периодически выкидывать бомбочки. Опа, слышали? Это значит, что я игрока еще смог убить. Желательно, ой-ой-ой, тут уже конец каждый, я немножко переборщил с тем, что спускался слишком низко. Бомба очень прикольная, желательно, конечно, ее, наверное, даже прикладывать какой-то из одной стен для того, чтобы обвалить всю конструкцию. Я думаю, что займусь синими или красными, наверное, синими, раз я уже начал. Ну, а фаер пускай разбирается с другой башней, с другими игроками. Кто-то вон пуляет по синим, это хорошо помогает мне. Так, что это такое зеленое непонятное? А! В общем, старайтесь спуститься как можно ниже в башенку и подкладывать, наверное, желательно под стеночки бомбу, потому что она немножко откатывается, не всегда получается положить именно там, где я хочу. И со временем, возможно, одна из стен просто обвалится вниз и вся эта конструкция упадет. Вот, видите, я подкладываю под самые... Вот, вот, уже хорошо пошло. Так, тут появился игрок. Ай! Опять я неаккуратно спрыгнул. Ну да ладно. Так, что у нас там... Что я в итоге там наделал? Ну, в принципе, есть еще, да, что ломать, поэтому... Можно, кстати, и к зеленым зайти. Я сейчас в команде с фаером, он очень прикольно играет. Когда я вот... Я до этого еще пару раз сыграл, и был такой момент, что, по-моему, фаер вообще был один в команде, и в итоге он смог уничтожить все три башни соперника. Поэтому я думаю, что мы с ним легко тут со всеми сможем расправиться. Зеленая база ведь почти уничтожена, уже даже нету лестницы, чтобы спуститься ниже. Это немножко неудобно. Наверное, я лучше пойду синюю громить. Если вы видите, что на вас кто-то нападает, наверное, лучше взять меч, который на единичке. Немножко удобней расправляться с соперниками. Так, как-то мне туда закинуть. Я смотрю, что с зеленой башни кто-то активно пуляет по нашей башне. Ну, пускай. Думаю, что им недолго еще осталось. Все. Написано, что зеленая команда уже проиграла. Уничтожили ее полностью базу. И теперь ведь мы с Фаэром отправляемся на следующие базы. Так, девушка бежит ко мне в гости. Я приготовил для нее сабельку. Но Фаэр уже успел и без меня убить. Так, надо как-то аккуратненько позбивать конструкции, которые остались, для того, чтобы завалить еще стены полностью. Мы решили пока еще зайти на красную базу, но Фаэр не очень аккуратно кинул бомбу. Или, точнее, я не очень аккуратно подставился под бомбу и взорвал себя. Игроков тут нельзя убить. Они постоянно появляются. Очень много, видите, сейвов. Поэтому, если какой-то этаж разрушен, то вы появляетесь на том этаже, где есть еще ваш сейв. Соответственно, если вы разбомбите полностью базу... Эй, 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 девушка, девушка, ты куда? Ты не перепутала базу случайно? Эй! Подожди! Ты куда бежишь вообще? Интересная барышня вообще, да, бежит без бомбы, без ничего. Просто куда-то бежит. Все. Поймал нарушительницу. Нечего бегать по моей базе. Так, сейчас отправлю привет еще синим. Я пытаюсь сломать их стенки, видите, боковые, для того, чтобы обвалить конструкцию. Но, конечно же, с базуки я буду долго, наверное, ее взрывать. Лучше пойти и кинуть бомбу. Бомба, конечно, намного быстрее взрывает. У нее урон побольше, поэтому она очень эффективно действует. Ну и пока я поднимаюсь, я, в принципе, смотрю в окошке, чтобы в какой-то из просветов можно было тоже кинуть еще какую-нибудь бомбочку в сопернику, чтобы ему было веселее. Пытался стрелять через стекло, не получилось. В итоге просто поломал себе стекло на базе. Но ничего, зато теперь будет удобно стрелять. Все, это я сделал. Теперь надо брать бомбу и бежать быстрее на базу противника, чтобы оставлять им разные нежданчики. Так, что красную базу тоже уничтожили? Да, получается, у нас только синяя уцелела. Сейчас я тоже буду активно бомбить. И думаю, в этом мы тоже победим в раунде. Так и есть, все. Расправились. И только наша база осталась почти целая. В принципе, ее соперники не сильно... А-а-а! Опять ты бомбы кинул в фаер! Хватит кидать бомбу мне под ноги! Ой, смешной. Этот фаер постоянно меня взрывает. Ну что, хорошо, давайте посмотрим еще один финальный раунд. Мы опять зеленые. Я хотел красными быть, но ладно, не попадаю я пока на красные. Так, пока тут никто из соперников не нападает, нужно быстренько бежать на их базу. Желательно подпрыгивать. Да, вот как сейчас я сделал, потому что, видите, они любят стрелять всяких оружий по нам. Поэтому лучше подпрыгивать для того, чтобы снаряды пролетали под нами. Но я пробрался уже на базу противника и думаю, что сейчас я очень хороший урон смогу нанести. То есть просто вам надо бежать, кидать бомбы под стеночки, и они очень хорошо разрушат башню противника. Кстати, может даже есть тактика, будет правильно где-то посередине разрушить базу противника, для того, что если он, так сказать, засейвился снизу, чтобы он не смог подняться наверх и перейти на нашу базу. Может такая тоже неплохая тактика, но единственное, что меня смущает, что он может стоять и просто пулять, к примеру, по нашей башне с базуки, что не есть хорошо. Вот смотрите, как хорошо слетают стеночки. Здесь не очень удобно, потому что скатываются иногда шарики. Нужно прямо их под основанием поставить для того, чтобы они максимально эффективно действовали, но иногда они перелетают и вообще улетают куда-то в космос какой-то. Точнее, даже не в космос, а на землю, а то мы где-то в космосе парим. Ну что, я думаю, что неплохо разобрался с желтой базой, но еще есть что взорвать. Мне надо как-то вот так вот здесь вот аккуратненько базу взорвать. О, все, получилось, мне бомбочку поставили. Нужно вот прям под самое основание. Вот, супер, а ну-ка. Все, я им, так сказать, все обрезал пути к отступлению. И теперь, наверное, мне надо перезайти, потому что здесь уже взорвать нечего. По сути, я только пол взрываю. Надо будет убиться. Так, красная башня тоже почти разрушена. Там мой тоже подписчик есть, и на синей базе, вы видите, есть подписчик мой. Так что у нас тут борьба с подписчиками. Кстати, ребята, кто как Fire хорошо играет, тот же, к примеру, Лолу Лошка, вы можете зайти в мою группу в Дискорде, написать, что это вы. Будет проверочное сообщение я вам отправлю в Роблоксе. И если оно подтвердится, то я вас добавлю в топ Роблоксеры, так сказать. И у вас будет право заходить в топ-чат, который открывается с 30 уровня, уже абсолютно не зарабатывая 30 уровней. То есть у вас будут некоторые привилегии на Дискорд сервере у меня. Так что, кто активно со мной играет и хорошо играет, у вас будет преимущество в Дискорде для общения. Но тем временем мы с Fire потихонечку расправляемся со всеми базами. В нашей команде, кстати, даже уже три участника. Но какой-то третий участник у нас неактивный. Я не знаю, где он. У него ведь все по нолям. То есть он, в принципе, ничего полезного нашей команде. Пока не делает ничего полезного для нашей команды. Так, Fire расправился тут с каким-то из участников синей команды. И сейчас мы идем добивать базу, которая, по-моему, уже готова падать. Нужно просто ей делать некоторое ускорение. Вы видите небольшой островочек, на котором стоит игрок из желтой команды и пытается как-то еще что-то забомбить на этом маленьком пятачке, который у него остался. Но думаю, у него никаких шансов нет. У нас база почти полная, неразрушенная. И думаю, что в этой игре мы опять победим. Ну что ж, прикольная игра. Всем советую. Очень классный плейс. Мне очень понравилось. Думаю, что если будут какие-то стримы или еще что-то, я буду тут играть тоже. Ну а в целом, пока на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте, я люблю лайки. Ну и звоните колокольчик красному котику, чтобы не пропускать новые видео. Ну а у нас очередная победа, с чем я файра поздравляю. Что ж, ребят, на этом у меня все. До встречи на канале RedCat. Увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok